12 августа в России отметили свой профессиональный праздник работники отрасли строительства. В преддверии Дня строителя в администрации района прошло чествование работников и ветеранов отрасли. С праздником земляков поздравил глава Славянского района Роман Синеговский, председатель совета Григорий Литовко и заместитель главы Тамара Берсенева. Участники праздничного мероприятия – это те, кто стоял у истоков создания в нашем районе гидротехнических сооружений, строительства дорог, школ, детских садов, первых многоэтажек. Вместе с ветеранами были приглашены и молодые строители, руководители подрядных организаций, специалисты, рабочие, зарекомендовавшие себя добросовестными мастерами при строительстве и капитальном ремонте социальных объектов нашего района, производстве строительных материалов. Все они – люди-труженики и профессионалы, и о каждом были сказаны слова признания. Благодарность за труд выразил глава района Роман Синеговский, который сам носит звание заслуженного строителя Кубани. Я всех поздравляю, особенно наших учителей, ветеранов строительной отрасли, всех тех коллег, которые сегодня трудятся – это и проектировщики, это и монтажники, это и строители, это и производственники строительных материалов, геодезисты, скульпторы. Мы всех считаем, что все это наши коллеги, которые непосредственно делают наш город, наш район благоустроенным, красивым, процветающим, зелёным. Поэтому, дорогие друзья, мы вас уважаем, ценим, любим и желаем, конечно, вам строительных объёмов. Во время общения строители отметили, что немало социально значимых объектов возведено за последние годы. Это говорит о поступательном развитии Славянского района, об улучшении условий жизни славянцев. Это новые детские сады на 160 и 320 мест в городе, офисы врачей общей практики в хуторах Ханьков, Прикубанский и станиц Черноярковской. Ряд спортивных объектов. Интересные объекты в последнее время мне пришло строить – это Калибинскую газонаполнительную станцию, Адверскую нефтебазу, Кихорецкую нефтебазу. Это мощный объект, из строительства миллиарда рублей. Срок строительства в городе, конечно, там было чему поучиться и чему научить, и саму научился многое взял. Сроки там были уделяются. Ну, это очень интересный объект. Я желаю каждому какие объекты построить мощь. Наш район может по праву гордиться своими тружениками, мастерами строительной отрасли, в основе работы которых – созидание, профессионализм, опыт и преданность делу, передающиеся от поколения к поколению строителей, подчеркнул Роман Синеговский, обращаясь к землякам. Поздравила коллег и заместитель главы района по вопросам строительства Тамара Берсенёва. «Радостная душа от того, что есть такая профессия, что мы к ней имеем непосредственное отношение, что мы участвуем во всех этих созидательных, серьёзных событиях». Валентина Лештовая в отрасли строительства проработала 44 года. Причём зоной её ответственности было осуществлять полный контроль над всеми объектами, возводимыми на территории района. Под её надзором строились новые корпуса поликлиники номер один – «Тандр». «После себя оставляешь что-то. Дома, садики, школы. Это, мне кажется, самое главное в жизни, когда ты видишь свои труды». «А какой ваш объект, которым вы больше всего гордитесь? За что сердце больше всего ради?» «Только жильё. Потому что, знаешь, как радуются люди, получая эту квартиру. Потому что благодаря квартире семья всегда сохраняется. Это тоже главное». Трудовые традиции ветеранов отрасли продолжают молодые специалисты, возводя новые объекты благоустройства, производства, социальной сферы. Своим ежедневным трудом создавая неповторимый облик нашей малой родины. Олимпиец – строящийся спорткомплекс в станице Анастасиевской. Это плоды трудов фирмы «Строймастер», главный инженер которой Андрей Орлов испытывает за них гордость. «Сам спортом занимался. Для детей как бы очень такой вот аж на душе иногда радуюсь, когда сделал. Это у нас же второй спортивный комплекс. Был большой в городе Славянске. Олимпиец. Как бы гордость за свою работу. Сейчас как бы еду друзьям показывать. Вот это вот мы строили». Функционал у олимпийца получился хороший, говорит инженер. Анастасиевский комплекс будет не хуже. Но для строителей много объектов не бывает. Ещё больше и ещё интереснее. Об этом мечтают строители. «Единственное, что там вот как бы большое поле. Там что-то ещё построить такое. Там были планы. Каток бы нам в Славянске сделать, конечно. В Славянском районе нет. Что ещё? Ещё поле футбольное. Бейсбольное поле бы построить. Ну, как бы вот такие пожелания. И нам как бы, да, интересно было бы построить такие объекты». Всем участникам праздника были вручены памятные подарки и благодарственные письма от главы района. Мария Климова, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова